Добрый вечер, дамы и господа! Мы находимся с вами в настоящей мекке шизофрении замок Рыводинова. В 2011 году как-то мы проезжали мимо здесь и, честно говоря, не смогли подобраться близко к этому безумному сооружению. В чем, собственно говоря, прелесть данной постройки сумасшедшей? В том, что она вся является от начала до конца новоделом, чистым новоделом, то есть здесь вообще нет ничего исторического. Это продукт безумной фантазии, такой вот кичозной фантазии, я не знаю даже там... Ну, в общем, да, это постмодернизм в каком-то смысле этого слова, такой народный постмодернизм. То есть человек, абсолютно, видимо, сбрендивший от своего богатства, он решил, что вот его надо жить в замке. И для какой-то цели безумной, ну, в общем, вход сюда еще и платный, стоит 10 лево. Вот вы видите, здесь совершенно безумная такую... То есть в 2011 году это представляла из себя леса. То есть сейчас еще есть какие-то леса металлические там видны на некоторых стенах, на некоторых крышах. Но это близится к своему завершению. Здесь вот совершенно безумные какие-то рыцари тоже выдуманные. То есть какой-то мир такой вздрюченной шизофрении. Даже не знаю, то есть вот... Ну, наверное, есть еще куча других новоришей по миру, которые строят какие-то шизофренические сооружения подобные. Я совершенно не удивлен, что такое вообще существует. Но, ну, вот видите, тут миллион всяких подробностей. Вот навороты какие. Такая псевдо-старина. То есть человек как бы озаботился тем, чтобы состаривать вот эту вот всю хрень. Реально состаривать эту всю хрень. Значит, я сейчас покажу близко, да. Я сейчас буду как ванамас считать полигоны, ребят. Все дело в том, что, конечно, ну здесь вот можно было бы в таком замке, наверное, ведьмака экранизировать. Ей-богу. Это прямо вот то самое место, которое для этой цели годится. Ведьмак для меня это кич чистый. С его дурацкими деревьями, которые трепещут как флаги и так далее. Мы сейчас не рассматриваем там сюжеты или геймплей. Геймплей, кстати, говеный. В Ведьмаке я вообще не знаю, почему вы им восхищаетесь. Вот тут мы входим в такую красутию, красотищу. Всяческие фонтанчики играют, музыка такая пафосная. Опять же, очень кичезная музыка. Вот очень красиво все сделано. Именно как говеное 3D. Именно как чистый ведьмак на самом деле. И с этим ничего просто не поделаешь. Ой, боже. Вот какие-то тут сидят странные дьяволы. Или ангелы. Или не знаю, кто какие-то сумасшедшие существа. Опять же, придуманные. То есть, это вот концентрат абсурда такого. Новодельного абсурда. Хочется человеку быть графом. Каким-то графом, не знаю, князем. Или играться в какую-то такую вот аристократию. Довольно большое сооружение, надо сказать. Смотрите, это уже больше, чем просто ресторан, декорированный под, скажем, замок. Да, это, действительно, человек вдруг решил, то есть, так вот он спятил и решил, соответственно, сделать вот такую вот фигню. Ну, то есть, ну, здесь машины, видимо, которые, при помощи которых производят вот эти вот все украшения. Вот, видите. Ну, довольно тяжелые. Это вообще, на самом деле, не по пье-маше. Хотя, можно было бы подумать, что это по пье-маше какое-то. А вот, идем дальше. Ну, вот здесь там все фонтанчики. Турист с удовольствием фотографируется. И, интересно, что же там еще делать. Это вот удивительное место занесено на все географические карты Болгарии. Теперь это, действительно, такой аттракцион. Зачем вообще в древности, ну, не в древности, а, ну, скажем, там, в 18-17 веке какие-то аристократы строили всяческую подобную хрень, да? Ну, наверное, для той же самой цели. Выпендрешь и, я не знаю, в блажение связывается с каких-то странных эстетических требностей. Чтобы красиво было, чтобы вот покрасивше. Сделайте мне покрасивше. Вот сделали, сделали. Все решает бабло, да? Есть, вот смотрите, такой фонтанчик тут. Отходим к нему. Церкви тут какие-то. Самая главная музыка играет просто такая. Эпичная. Это называется. Чистый ведьмак. Нет, ей-богу. Чистый ведьмак. А вот какие-то тут странные рыбки и прочие дела. Ну, у нас, конечно, это все ухоженно. То есть здесь есть целый штат так называемых прислугиц, которые все стрижет и бреет. И, соответственно, получается такой английский газончик, который вот здесь все с машинками пострижено. Вот отсюда, наверное, виднее будет вся эта фигня. Я ни в коем случае вам не рекомендую сюда заходить. Даже близко к этому месту странного. Вот там мы видим такой силуэт чужого. Думаю, что это очень похоже на чужого. Я не знаю. Видимо, это было желание такую горгулью соорудить. То есть вот человек листал альбомы, листал такие всякие справочники, всякие красивые книжки по истории. И, значит, в этих книжках он, наверное, тыкал пальцем, как в каталог. Говорил, хочу это, хочу вот это, хочу то, хочу все. И, значит, ему всякие умельцы местные, соответственно, соорудили вот эту вот хрень. Любопытно, что эта хрень, вот она, видите, она частично все-таки еще не, то ли она не достроена, то ли она уже разваливается. Я не понимаю. Но, скорее всего, еще не достроена. То есть находятся в процессе сооружения. Ну, вспоминаются какие-нибудь короли, там всякие красные солнышки, да? Я король солнца и прочие всякие странные персонажи, которые, соответственно, сооружали, то есть тоже были объяты таким странным эстетическим, не знаю, каким желанием. То есть для меня это не эстетика, конечно. Для меня это чистый феномен, китча, шизофрения, безумие. То есть в наше время строить, ну, вот видите, какие материалы здесь. Все понятно. Можно действительно считать полигон. Вот тут и сено есть, и солома. Все на свете. Довольно приятно пахнет, надо сказать. Ну, какая-то такая странная кинодекорация. Да, кино здесь именно кичозное, херовое, говеное, бимуви кино. Но именно вот экранизацию «Ведьмака» я считаю, что надо снимать просто вот здесь, без всяких вопросов. Как кинодекорация для говно-кино. Вот опять же, да, здесь всякий инструмент. Все, все как надо. Все как надо. Вот какой-то псевдо-алтар. И опять же он стилизован под какую-то дикую старину. То есть здесь вот какие-то оплывы, сталагмиты. Я не знаю, что это за хрень такая собачья. Давайте подойдем поближе. То есть много, довольно много здесь всякого говна навороченного. Прямо скажем. Из чего это у нас? Это гипс. Да, это гипс. «Дарение» написано. Ворот такие вот. Вот так вот открываются тут на замочке. А, это вот сюда надо кидать денежку. Вот оно что. Вот оно что. То есть этот человек, он еще собирает бабло. На свое чудесное произведение. То есть его можно считать таким китчмейстером, китчмейкером. Такой, ну не знаю, такой Гауди для совсем бедных, я бы сказал. Сам Гауди, в общем-то, китч, конечно. Но он все-таки был архитектором. Хоть каким-то там. А это именно творение народа, что называется. Да, вот необразованный какой-то идиот, который вообразил, что листая каталоги, он может, соответственно, создать настоящую историю. И он в каком смысле ее создал, эта чертова история. То есть это самое парадоксальное, что он ее создал. Именно из-за вот этого мегаломанского масштаба. То есть здесь большое все говно, надо сказать. Вот тут и скульптурка. Видимо, я не знаю, кто этот человек. При входе был какой-то мудель наряженный в королевский мундир. Похоже на этого черта, что вот здесь вот видят и скульптуры. Может быть, это, собственно, хозяин. Может быть, он так забавляется. Я не знаю. Очень странная вообще вещь, честно говоря. Ну, вот там еще какие-то скворечники. У нас тут и павлин есть, и мавлин. И все на свете. Ну, просто все то, что бывает в цирке, зоопарке. Не знаю, в чем еще. Очень много всяких таких странных хрений. Действительно, так будто ты попал в какой-то павильон говнокино. Ну, наверное, можно снимать здесь еще и болгарские мелодрамы, или сериальчики из жизни богатых дураков, бандитов. Почему нет? Бандитов можно снимать в фильм. Вот с этого мостика падать отсюда с криком. Да. Нет, вообще, правда, ну, как бы, с точки зрения кинематографии, в общем, даже Mortal Kombat просто такой. Первого выпуска. Полигончики, полигончики. Да, давайте сочетаем полигончики с вами. Вот. Вот такие полигончики в жизни бывают, ребята. Вот так вот. Вот отсюда открываются. Видите, на это. Уйню-мойню. Дальше мы идем, идем, идем. Вот фонарик сраный и так далее. А вот, естественно, это выход. Из этого чудовищного лабиринта. Все. Люди искренне наслаждаются, я вам скажу. Да, вот скамеечка. Все выглядит так, как будто такая музейная фигня. То есть все состарено. Золотяночка тут, все дела. Не из самых дешевых материалов. Хотя, нет, это в общем все. Не знаю, что это. Нет, ну это. Как. В общем, нет, это все, естественно. Почти что. Почти что, собственно говоря, гипс. Но я не знаю. Похоже на гипс. Когда я скучу, звук такой. Глухой. То есть это. Не знаю, сколько вообще. Вся эта фигня может просуществовать. Как быстро она развалится. Очевидно, тут есть и хорошие камни, которые бетоном крепятся друг с другом. То есть вот это вот все, все, все эти ребра, они выстают, конечно. Ну, думаю, ну лет сто они потянут, наверное, да. А что там у нас? Там у нас еще какая-то подземная фигня. Ретро чего-то. Там написано. Вот. Давайте пойдем дальше. Туда, где-то ретро что-то. То есть намного наворотили. Много наворотили. Прямо скажем, с размахом, что называется. А, ретро-фото это называется. То есть вот туда. Вот в ту фигню надо на самом деле ходить. Не знаю. Давайте пойдем. Что видно? Ой, боже. Такие странные звуки. Да, любопытнейшие зрелища. Боже мой. Колокольчики-бубенчики, понятно. Да. Какие-то все это. Чудесные, безумные картины. Опять же, они как бы со старинами. То есть как будто их в какой-то помойке держали. И они как бы заплесневели. Желанием было, видимо, сделать так, чтобы это все, опять же, выглядело очень киношно. Ну, стол. Очень качественный, кстати. Стол. По-настоящему качественный. Мне пожалели деревяшек. Рыцок. Чистая бетафория, естественно. Да, из чего же он сделан? Сделан он из жести. Да, он сделан из жести. Соответственно. Ну, да, нет. Это все очень похоже на кинодекорацию. И именно на кинодекорацию. То есть как будто бы мы находимся в каком-то павильоне. Вот странного шизофренического фильма. Проходим дальше. Эти залы, блин, просто не кончаются. То есть действительно большой масштаб на самом деле. Оказывается, что этот человек просто вот не поскупился на чудеса. В каждом зале нас ждут какие-то новые аттракционы из бумаги и чего-то там еще. Да, такой нескончаемый мега-декор какого-то как бы доведенного до полного абсурда ресторана. Вы, наверное, все бывали в каких-то... Ну, или мимо проходили, да. Я такие вот места категорически ненавижу. Какие-то рестораны стилизованные вот в такую вот старину. Вот это вот оно и есть. Вот такой как бы декор бесконечного ресторанного типа. Там сидит мужик, который торгует винишком. Видимо, местным. Не знаю. Ну, все здесь на продажу. Все вот как-то, да. Да, есть где разгуляться. Прямо скажем, сумасшедшим шизофреником. Может быть, это понравилось Бенди Орху, я не знаю. Я не знаю, честно вам скажу. Я действительно не знаю. Вот тут емкости с вином. То есть действительно его производят, что ли. Это вино здесь, не понимаю. Наверное, я спросил. Вот на самом деле, я не думаю, что это просто бессмысленный декор. То есть эти пластиковые емкости уж точно не походят на какой-то специальный декор. Честно, да, может быть, есть вино. Может, человек вообще торгует вином. Да, может, какой-то там винный магнат. Не знаю. Полюбуемся на чудесной картинке. И, да, картинки прямо скажем. Вот не знаю, чем их присолили. Как будто бы держали в соленой луже эти картинки на самом деле. Так, вот. Отсюда мы видим блеск этого чудесного стола. И вообще размах этого зала. Он большой, да. Ну, вообще, можно по зеленой завистью позавидовать. В том смысле, что... Был бы очень хорош... Если бы вычистить все это говно, вот этот стол, в нем было бы очень хорошо заниматься какими-то вещами по производству хорошего искусства. Ну, в общем... А он, наверное, здесь прием устраивается. Ну, вот здесь можно как бы ретрофото сделать. То есть... Опять же, такой... Доведенный до... Таких невероятных масштабов все тот же аттракцион пляжное ретрофото. Где уже, так сказать, здравый смысл мешается с абсолютным безумием. Идем дальше. У нас и пальмы, и дендрарии, и все на свете. То есть... Ну, просто... Ну, денег немерено. Всегда истрачено. На все эти причингалы действительно немерено денег. Прям даже не знаю. Это вот деревяшки, кстати. Вот. Вот, голодяночка. Такое ощущение... В общем, еще и могильного какого-то декора. Если честно. Это все еще похоже... Такие могильные украшательства. Так. Значит... Соответственно, фонтан. А-ля Франце Пирамидон. Иначе не скажешь. Есть тут и жабы, и потеки, и салагметы. И чего столько нет. И каких-то... Ангелы... Ангелы... Или, не знаю, кто... Немцы. То есть... Ну, все просто... Вот... Реально, это... Я не знаю. Это действительно просто фантастический феномен. Такой... Течезной сезониклинией, как я уже говорил. Вот есть тут и рамка, и любви, и все. Но чего нету? Чего тут только нету? А есть вот... Не, ну киношку, да, можно вот даже... Эти скульптурки совсем неплохие, кстати. Хороший камень, как будто бы, да. Дорогущая штука. Вот. Так что... Можно было бы прямо вот какие-то эпизоды киношки здесь снимать. Да, наверное, кто-то снимает. Не знаю, не знаю. Заходим в это сакральное сооружение. Оно недостроено. Ну, вот здесь спички летают. А может, так и надо. Я не знаю. Здесь какой-то... Ну, чеканочка вместо алтаря. Да, вместо... Видимо, должно быть что-то покруче, чем эта бумажка со временем. Но пока бумажку мы введем. Ну и... Довольно при... Ой, пардон. Довольно приличные стеклышки в окошках. Ну и вот эта вот вся... Металлическая фигня. Металлическая фигня. Да. Явно не имеющая... Не имеющая никакого реального смысла. Да. Георгий Победонас. Стоящий внизу почему-то. Витражек. Ну, качественный, кстати. Витражек качественный. Ничего не скажешь. Несмотря на то, что это, конечно, такое тоже общее место китч. Ясное дело. Внутренний интерьер не проработан в данном случае совершенно. То есть мы не можем понять, зачем это сделано. Что это вообще такое. То есть, опять же, вот такие наброски на тему. Как бы это, условно говоря, вот это вот сакральное что-то. То есть, по видео, это как бы храм, часовня, что-то такое еще, да. То есть, опять же, именно все реально похоже на... Действительно, реально похоже на декоры. Потому что функции в этом всем никакой нету. А есть, ну, как в декоре, да, какая функция в декоре может быть. Естественно, только одна. Сообщать нам нечто визуальное, напоминающее то, при рассматривании чего мы должны воображать, что вот это вот какая-то там реальность. То есть, не суррогатная, а именно настоящая. Если у нас острый глаз, мы распознаем этот декор. Если у нас зрение, аппарат зрительный замутнен. В культурном, в любом смысле, да, он не точен, то значит, мы не распознаем каких-то знаков того, что это фейк. И значит, это наша, как говорится, проблема. Вот такая вот странная фигня. Надеюсь, вам понравился репортаж из такого Шизо-замка в Болгарии, который находится совсем близко от Сузопо, такое курортное местечко в Болгарии. Если кто-то бывал в Болгарии, то он знает, о чем я говорю. Может быть, даже бывали вы в этом Шизо-замке. Но он, как я понимаю, развивается, и значит, соответственно, он, поскольку он under construction, то, соответственно, всякий раз он уже другой. Так что я застал его вот в таком вот виде. А если вы вдруг захотите сюда зачем-то, я не знаю, зачем, да, вообще можно захотеть сюда приехать. Я приехал исключительно на радио. Вот я знал, куда я еду. У меня никаких иллюзий по этому поводу не было. Я прекрасно знал, что это китч и шизофрения. Но я люблю китч и шизофрения. Ну, как исследователя, конечно, люблю. Как же я мог бы пройти мимо такого чуда. Спасибо за внимание. Чао-чао. С вами был Олег Монгармати. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, разумеется.